Внимание! Для просмотра этого видео потребуется шапочка из фольги небольшой толщины. Всем привет! Когда-то давно кто-то предложил рассмотреть связанную организацию из мира SCP под названием Parawatch. Долго я разглядывал их страницу в интернете, имеющую, кстати, полностью свой собственный дизайн поверх сайта SCP. Поначалу мне показалось, что это очередной маленький сборник в меру мистических рассказов, про который толком и нечего говорить. Ведь с ним связано всего 5 SCP-объектов, а относительно небольшое число других текстов. Но чем больше я погружался в суть этого всего, тем больше я понимал, насколько я ошибся в своем первом впечатлении. В этом определенно что-то есть. Так в чем же суть? В мире SCP, да и не только, живут самые обычные люди, которые не знают ни о каких секретных организациях, не состоят ни в каких тайных ложах, и не живут жизнью полной ежедневных чудес. При этом они даже сами не являются монстрами. И иногда такие люди проявляют чуть больше любопытства, чем следовало бы, и натыкаются на что-то такое, что не могут объяснить. Что, впрочем, во вселенной SCP довольно-таки просто сделать. Иногда таких людей ловят агенты секретных правительственных организаций, таких как фонд, и стирают им память. Иногда заманивают в свои сети различные секты и группы. Но иногда так бывает, что такие люди просто рассказывают об увиденном в интернете. Находят там единомышленников и собирают какие-то свои сообщества, чтобы попытаться во всем разобраться. Так, собственно, и появился Parawatch. На самом деле это даже не организация, а просто большой форум, где сидят самые разные любители аномального. По большей части те самые обычные люди, интересующиеся чем-то этаким. Либо что-то такое, встречавшие. При этом не состоящие ни в каких организациях и даже не знающие, что таковые вообще существуют. Люди просто приходят на этот форум и описывают свой опыт встречи с чем-то неведомым. Вот и вся организация. Самая первая история рассказывает о том, как её героя чуть не утащило в озеро чудовище, жившее в нём. Да, людям, считающим себя частью этого сообщества, неизвестно ни о SCP, ни о чём-то таком. Они лишь убеждены, что в мире существует чуть больше, чем показывают в СМИ. Единственный рассказ, где в Parawatch узнали о фонде SCP, да и вообще обо всей подноготной аномального мира, относится к канону сорванного маскарада, по сюжету которого об аномалиях монстрах и в фонде SCP узнал весь мир. Фонду, напротив, известно об этой группе. Но в силу того, что абсолютное большинство из того, что появляется на этом форуме, является или плодом чьей-то богатой фантазии, страхов или мистификациями, фонд предпочитает попросту не замечать существования этих людей. Ведь у него полно куда более серьёзных дел. Ту же камеру SCP-173 статуи надо прибирать. Лишь иногда SCP внимательно относится к тому, что там встречается. Например, SCP-4430 появился, когда агенты фонда обратили внимание на обсуждение странного романа на этом сайте, который действительно обладал аномальными свойствами. В русской версии сайта там, кстати, почему-то сейчас какой-то другой объект, который, видимо, в основном пространстве был удалён. Так что речь о том SCP-4430, который на английской вике. Примерно в этом вся и суть. На форуме Parawatch появляется много странных постов про всякие странные штуки. Местные постояльцы проводят свои маленькие расследования, но им никогда не удаётся добраться до сути вещей и получить полную картину той или иной аномалии. А если выходит так, что они что-то находят, по-настоящему. Появляются непонятные люди в чёрном и забирают это себе, а всем свидетелям вкалывают абнезиаки. Звучит вроде бы, но очень уж просто. Никаких тебе там странных культов, древних сущностей, мистических орденов со сложной историей философии. Так чем же меня заинтересовало это вроде бы незначительное явление мира SCP? Да тем, что форум Parawatch — это прямо-таки собирательный образ форумов различных мистиков, уфологов, эзотериков со всея интернета. Он конкретно не похож на какой-то из них отдельно, но чем-то похож на все сразу. Сейчас, когда большая часть общения перетекло в соцсети, большинство из тех самых тайных форумов уже давно вымерли. Но раньше было огромное их множество потаённых сетевых мест, где странные личности обсуждали странные вещи. Кстати, раздел X-Fochana, где впервые появилась статуя, можно считать одним из таких мест, не считая, конечно, что это анонимная борда, а не форум. Чем же люди занимались на этих форумах? Да точно тем же, чем Parawatch в мире SCP, отчего у меня, как у большого любителя изучать самые днища интернета, аж приступ ностальгии случился. На форумах этих некоторые читали старинные алхимические и магические книги, пытаясь воспроизводить оттуда рецепты о попутном споре, какой трактат является оригинальным средневековым текстом, а какой лишь поздней подделкой, написанной писателем. Например, Говард Лавкрафт таким баловался ради веселья. Другие пытались следовать учениям философов разной степени безумия всех времён и народов. Третьи бегали по лесам, заброшенным городам и подземельям, проверяя городские легенды. Четвёртые вообще откликались на сообщения о пришельцах, встречались с людьми, утверждавшими, что их видели, и пытались заснять на камеру неуловимые тарелки. Впрочем, часть с пришельцами у нас прочно задела тусовка под названием «Космопоиск». Их лидеры ещё про НТВ одно время постоянно показывали. Но это совсем другая история. Вот чем занимались люди, когда интернет уже был и мог объединять всех желающих по интересам. Но был ещё недостаточно быстро, чтобы можно было просто потонуть в пучине сериалов и игр. Хотя англоязычные форумы подобного рода до сих пор существуют и вполне себе живы. Например, тот, где придумали персонажа Никто, о котором я уже упоминал, когда делал видео про него. И судя по тому, что на нём появляется 11 тысяч постов за день, ну не сказать, чтобы форумное общение вымерло. В нашу-то эпоху господство Фейсбука и Ютуба в интернете. Русскоязычные же подобные форумы, впрочем, постигла немного иная судьба. Их поразила болезнь, которая их убила. Гадалки, ноторо и астрологи. И в то же время какое-то просто нереальное число людей, готовых им платить. И платить иногда немалые деньги за их витиеватую лапшу на уши. Как сказал классик, гоните их, насмехайтесь. Над ними это рак тематика убивающей. Хотя одна знакомая астрологиня поведала мне, что большинство лохо-клиентов, что к ним ходят, заходят за банальной психологической помощью. Участием. И просто хотят, чтобы их выслушали. А так как поход к психологу в наших краях до сих пор считается чем-то достаточно диким, люди с какими-то сложностями в жизни идут к разного рода гадателям, магам и прочим странным людям. Спрос на заполнение пустых голов качественной лапшой порождает предложение. Но атмосферу некоего тонкого мистического безумия и шелеста шапочек из фольги, это, как вы понимаете, нарушает. Поэтому все истинные ценители пустующих особняков, пыльных средневековых книг, мрачных лесов и странных штук в интернете сразу покидают такие места. В мире же SCP-форум Parawatch успешно продолжил проверять городские легенды, древние ритуалы и ловить монстров, виденных то тут, то там. Так, например, было обнаружено SCP-4240, детская страшилка, которая оказалась действующим аномальным явлением, информацию о котором фонд SCP поставил на содержание. Кроме того, фонд решил проверить сообщение о монстре Виндиго с этого форума, присвоив ему номер 4509, а также и о некоторых других монстрах и явлениях. Однако большинство постов обитателей странного форума не привлекает внимание фонда SCP, и на сайте SCP они представлены только в виде рассказов. Рассказов о странных людях, зданиях и целых призрачных городах, виденных во время автомобильных путешествий, о непонятных зверях в лесах, о странных снах и галлюцинациях. Хотя в рассказах по этой организации я уже не вижу особенно большого смысла, ведь по сути, всё абсолютно то же самое есть в том же разделе Икс Фо Чана. Вот и трет чувака, который считает, что за ним следят птицы. Вот трет человека, который раскрыл заговор рекламщиков в метро, что они разлагают его разум. А вот кто-то просто предлагает готовиться к ядерной войне, выводя шимпанзо-мутантов и нано-роботов. Всем интересных и странных находок, о которых можно рассказать на мистических форумах. И всем пока!